Здравствуйте, я Настром 871. Сегодня я хотел бы приступить к сравнительному тестированию двух антивирусных продуктов. Panda Free Antivirus версия 16.1.3 и Commodore Cloud Antivirus версия 1.3.39.33.91.256. Данный тест будет выполняться одновременно на двух компьютерах, которые практически идентичны друг другу за исключением некоторых компонентов. Тест выполняется по следующему рабочему плану. Установка антивирусного комплекса, обновление, перезагрузка, проверка корректности работы облачного продукта, загрузка с удаленного ресурса, архива, который содержит зловредные объекты. В данном случае для теста подготовлено 954 зловредных элемента. Далее объекты распаковываются, директория открывается. Антивирусный комплекс начинает обнаружение опасных элементов. По окончании запуска каждого элемента выполняется сканирование системы антивирусным комплексом, после чего машина проверяется на предмет корректности работы антивирусного комплекса в системе после запуска зловредных объектов. Проверяется директория для шифратора, где находятся объекты, как правило подверженные шифрованию. Дополнительными сканерами проверяется территория компьютера на предмет обнаружения зловредных элементов. Если в ходе просмотра краткой версии выполнения тестовых мероприятий у вас возникают какие-либо вопросы, либо вы хотели бы более детально ознакомиться с ходом тестирования и запуском всех оставшихся элементов, то я рекомендую посмотреть полную версию тестирования. В данной версии материалы представлены без сокращений. Что касается настройки антивирусных комплексов. Для выполнения корректного сравнения я не использую какие-либо подстройки антивирусного продукта. За основу берутся настройки по умолчанию от производителя. Это является точкой отсчета для адекватного сравнения различных продуктов. Единственное изменение, которое я могу вносить, касается реакции продукта на обнаружение зловредных объектов в режиме реального времени. Если антивирус задает вопрос при обнаружении такого объекта, то настройка выставляется на автоматическое действие. В противном случае на каждый объект пользователю приходится принимать соответствующее решение. Выполняется установка антивирусного продукта. Распаковка. Установка по умолчанию. Будет интегрирован Panda Security Toolbar защиты от вредоносных веб-сайтов. Первый запуск после установки. Завершаются подготовительные работы. Дополнительно проверяю наличие обновлений. Новых обновлений нет. Режим мультимедиа игровой отключаю. Выполняю рестарт системы. Приступаю к установке антивируса. Настройки установщика по умолчанию. Выполняется рейтинговое сканирование. Мы находимся под защитой. Информация о программе. Подробности в аэроскоп. Изменения вносятся в настройки антивируса. Действуя при обнаружении опасного объекта, защитой реального времени, изменяю на помещение в карантин. Завершается сканирование. Были обнаружены некоторые объекты, которые ожидают проверки. Выполняется перезагрузка машины. После выполнения рестарта система работает в штатном режиме. Антивирусный продукт активен и работоспособен. Подключение к сети успешное. С удаленного ресурса выполняю загрузку архива, который содержит зловредные объекты. Сохраняю на рабочий стол. Появляется архив, который содержит 954 элемента. Приступаю к распаковке данного архива. Ввожу пароль. В процессе распаковки появляются уведомления о ошибке во время выполнения операции. Антивирус сообщает о обнаружении зловредных объектов и о ликвидации данных файлов. Завершается процедура распаковки. Антивирус предупреждает о обнаружении вируса в 224 объекте. 67 вирусов обработано и количество продолжает увеличиваться. Открываем директорию. Внутри обнаружено 833 элемента и количество файлов сокращается. На цифре 256 автоматическое удаление угроз прекращается. Я пробую перемещаться внутри. Реакции со стороны антивируса более не наблюдается. Дополнительно было обнаружено 7 элементов, которые необходимо ликвидировать самостоятельно. В директории остается 249 объектов. Выполняется загрузка с удаленного ресурса архивного файла, который содержит зловредные объекты. Загружаю. Сохраняю на рабочий стол. Архивный объект находится на рабочем столе. Выполняю распаковку. Увожу пароль. Распаковка выполнена. Открываю директорию. Начинается обнаружение опасных элементов и перемещение в карантин. Количество объектов в директории сокращается. На цифре 657 автоматическое удаление опасных объектов прекращается. Я пробую перемещаться внутри директории, однако более антивирус каких-либо опасных элементов не находит. Приступаю к запуску оставшихся зловредных объектов. Объект номер 1. От имени администратора. Появляется в памяти. Предупреждение. Не удается получить доступ. Панда обнаружила вирус и объект удаляется. Из директории запуска ликвидируется. Объект номер 1. От имени администратора. Вредоносный объект перемещен в карантин. Обнаружена угроза. Объект удаляется из директории запуска. Панда. Объект номер 3. Появляется в памяти. Выгружается. Предупреждение. От панда о обнаружении опасного объекта. Файл из директории удаляется. Комодо. Объект номер 4. Приложение было изолировано. Неизвестное. Отсутствует библиотека. Троянваре даунладер. Дельф. Присутствует в памяти. Работает в ограниченной среде. Появляется предупреждение от нашего антивируса о том, что мы находимся под угрозой. Компоненты защиты в режиме реального времени не работают. Пробуем исправить. Для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо выполнить рестарт системы. Я вынужден согласиться, потому что антивирус находится во внеработающем состоянии. Панда. Объект 53. Появляется в памяти. Выгружается. Из директории запуска удаляется. Обнаружен и удален троян. Комодо. Объект 42. Приложение изолировано. Анализируется. Стартуют дополнительные элементы. Объект выгружается. Обнаружен дженерик криптолока. Обезвреживаю. Объект удаляется из директории запуска. Предупреждение. Мы находимся под угрозой. Компоненты защиты в реальном времени не работают. Находятся во включенном состоянии, но антивирус рапортует о том, что они не работают. Пробую исправить. Включается установщик. Перезагружаю систему. Панда. Объект 98. Появляется в памяти. Выгружается. Объект будет ликвидирован после перезагрузки компьютера. Комодо. Объект 66. Обнаружен вредоносный объект, помещен в карантин. Из директории удаляется. Панда. Объект 127. Появляется в памяти. Выгружается. Из директории запуска удаляется. Обнаружен и удален троян. Комодо. Объект 266. Приложение изолировано. Анализируется. Не стартуют дополнительные элементы. Сообщение о том, что у нас проблема. Работа продукта под угрозой. Компоненты защиты в режиме реального времени не работают. Изолированных объектов не наблюдается. Когда как в памяти присутствует троянварикруптик, который множится. В какой среде сейчас он работает. В ограниченной или нет. Сказать невозможно. Исправляю ситуацию. Загружается установщик. Необходимо выполнить рестарт, что я и делаю. После выполнения рестарта, Windows сообщает о том, что BrandMauer отключен. Общедоступная сеть выключена. Принудительно включаю защиту BrandMauer. В памяти присутствует объект PacketWin32 Greybird. Работает данное приложение в ограниченной среде. Panda. Объект 703. Появляется в памяти. Анализируется и выгружается. Объект является зараженным. Для нейтрализации требуется рестарт системы. Комодо. Последний объект 951. Приложение изолировано. Анализируется. В настоящее время в ограниченной среде присутствует 313 элементов. Нагрузка на процессор до 100%. Я вынужден закрыть все работающие компоненты в песочнице. В памяти не остается элементов. Panda. Объект 939. Последний объект в данной директории. Появляется в памяти, анализируется и выгружается. Объект считается зараженным. Будет ликвидирован в процессе рестарта системы. Комодо. Выполняю полное сканирование системы. Прошло более часа с момента начала полного сканирования. Было обработано 1372 элемента. С такой скоростью обработки ожидать окончания полного процесса проверки всех директорий на диске C можно несколько суток. Соответственно, данное сканирование я прекращаю. Обнаруженные объекты перемещаю в карантин. Выполняю быструю проверку системы. Проверялось 1000 элементов. Угрозы не обнаружены. Пробую еще раз выполнить полную проверку диска C, дав команду проверить директорию. В процессе выполнения сканирования появляется уведомление от антивируса красного цвета о проблемах. Защита вновь неисправна. Компоненты защиты в режиме реального времени не работают. Хотя антивирус и сэндбокс находятся во включенном состоянии. С проверкой файлов тоже происходят проблемы. Объекты проверялись до 220. Далее сканирование приостанавливается. Время идет. Фактически сканирование не выполняется. Останавливаю данную процедуру. Выполняю рестарт системы. Вновь исправляю защиту. Panda. С учетом распакованных элементов в настоящее время в директории присутствует 60 объектов. По данным комоду Kill Switch в системе присутствует один неизвестный объект. Запускаю Panda и выполняю проверку. Полное сканирование. Завершается сканирование. Было обнаружено два опасных объекта. Решение принято. Выполняю рестарт системы. Во время запуска антивирусного комплекса появляется сообщение о загрузке одного из элементов, который неоднократно запускался в ходе рестарта в защищенной среде. Пробую переместить его в карантин. Пробую удалить директорию, откуда мы выполняли запуск опасных объектов. Директория легко удаляется. Объекты, которые в ней располагались в режиме реального времени, не работают. Антивирусный комплекс после рестарта функционирует корректно. Проверяем директорию для шифраторов. Архивы доступны. Видеообъекты все доступны. Документы доступны. Музыкальные объекты доступны. Изображения доступны. Таким образом программы-шифраторы развернуться в системе не смогли. Что касается комода Kill Switch, то каких-либо опасных, неизвестных, проверяемых объектов в памяти в настоящее время не присутствует. Выполняю проверку дополнительными сканерами. Zimano Anti-Malva. Глубокая проверка. Одновременно запускаю Hitman Pro. А здесь у нас возникают какие-то проблемы с объектом. Мы видим, что иконка продукта неактивна. Предупреждение системы безопасности. Попробуем запустить данный элемент. Приложение было изолировано. Сообщает комоду. Рейтинг файла неизвестный. Аналогичная ситуация происходит и с MCSoft Emergency Kit. Пробую запустить Malva & Bytes Anti-Malva. Выполняю полное сканирование. Версия корпоративная. Диск C. Запускаю вариант сканера Hitman Pro. Продукт обновился. Выполняем сканирование. Теперь данная программа стартует вне песочницы. В ходе рестарта каких-либо дополнительных объектов не загружается. Антивирусный продукт активен и работает. Согласно данным комода Kill Switch, в настоящее время в памяти наблюдается один неизвестный объект. Смотрим директорию для шифраторов. Архивы доступны. Видео объекты все доступны. Документы доступны. Музыкальные объекты доступны. Изображения все доступны. Таким образом, программы-шифраторы в системе развернуться не смогли. Выполняю проверку системы дополнительными сканерами. Zimano Anti-Malva. Выполняется глубокая проверка. Пробую удалить объекты из директории запуска. Директория легко удаляется. Файлы, которые запускались из данной директории в режиме реального времени, не работают. Запускаю Hitman Pro. А также Malva & Bytes Anti-Malva. Выполняется полное сканирование. Диск C. Быстрое сканирование системы каких-либо опасных элементов на территории компьютера не находит. Рейтинговое сканирование. Проверялось 1867 элементов. Доверенные файлы 1783. Ожидают проверки 84. Зловредных обнаружено не было. Каких-либо действий, к объектам, которые в настоящее время являются неизвестными, рекомендуется не предпринимать. Что я и делаю. Что касается элементов Hitman Pro и MC Soft Emergency Kit. Данные объекты были перепроверены на вирус Total. 49 и 47 двигателей из 54 и 53 соответственно определяют в данных объектах зловредность. Поражены черфи дженерик, троян и так далее. Hitman Pro находит на территории компьютера 29 опасных видоизменений. 41 след. По всей видимости данные объекты попали на территорию компьютера и выполнили заражение в процессе многочисленных сбоев, которые возникали во время запуска представленных оставшихся зловредных элементов. Директория Trash 0. Здесь по-прежнему присутствуют объекты из директории временного хранения комоду. Hitman Pro на территории компьютера зловредных объектов не находит, кроме компонентов самого же продукта Panda Web Toolbar. Ключи реестра, также принадлежащие компонентам Panda. Zimano Antimalva находит на территории компьютера 50 зловредных видоизменений. Смотрим более детально. Virusvin32 Biloat, Cognito, Bandpill, Blackcoat, Virusvin32 Generic Infecto. Zimano Antimalva находит 16 опасных видоизменений в системе. Подозрительная настройка браузера, вызванная компонентами Panda Security, Panda URL Filter, Toolbar Очистка, Компонент Помощник, Библиотеки, Системный объект URL Filter, A2WIN32. Дополнительно система проверялась сканером доктовеб. Было обнаружено 5 опасных объектов. Trojan Downloader Malvae Bytes. Обнаружено 3 опасных элемента. Trojan Virlock. Директория Trash. Можно выполнить дополнительную проверку зараженных элементов. Зловредности не обнаружено. Директория MCSoft Emergency Kit. Угрозы не обнаружены. Malvae Bytes. Antimalva. Выполнив полную проверку, на территории компьютера каких-либо вредоносных программ не обнаруживает. Дополнительно была выполнена проверка сканером доктовеб. Сканер также считает угрозой Toolbar объекты продукции Panda. Объект, который в настоящее время присутствует в памяти, был мной перепроверен на вирус Total. Он расположен в суслов 64, поэтому я посчитал, что объект может представлять угрозу операционной системе. Тем не менее, каких-либо опасностей в настоящее время 57 двигателей не обнаружили в данном файле. Подводя итоги, хотелось бы сказать следующее. Несколько неожиданный результат мной был получен. По крайней мере, в ходе выполнения тестовых мероприятий, я был уверен, что продукты практически идут на равных и выявить явного фаворита среди них будет достаточно сложно. И тот и другой продукты после выполнения распаковки оставили большое количество нераспознанных объектов. Надо признать, что Panda в режиме реального времени обнаружила в два раза больше объектов, чем Komodo. В процессе запуска мы видели, что объекты обнаруживаются, ликвидируются. В большинстве случаев Komodo направлял объекты для запуска в песочницу, не давая возможности заразить операционную систему. Panda действовала по-другому. Она тщательно анализировала каждый объект. Данная процедура несколько утомительна. Ожидание составляет от 30 секунд до 2 минут. Но, тем не менее, результат того стоил. В итоге, никаких опасных элементов на территории компьютера обнаружено не было. После запуска 50 элементов я выполнил сканирование, для того, чтобы сократить количество тех файлов, которые продукт в процессе запуска распознает и удаляет как опасный. Тем самым сократив время выполнения данной процедуры, которая здесь играет большую роль. После сканирования в директории, где был установлен продукт Panda, остается 64 элемента. В директории, где располагался Komodo, 423 элемента. Согласитесь, количество объектов существенно разнится. Ну и результат, соответственно, видимо, все-таки связан с этим количеством. Несмотря на то, что Komodo работал согласно установленного алгоритма и фактически не позволял зловредным объектам выполнять свои функции, накапливаясь в ограниченной защищенной территории, у самого продукта происходили сбойные моменты. Три раза система отказывала в процессе работы со зловредным элементом в песочнице. Каким образом в этот момент осуществлялась защита? Как зловредный объект себя вел? Имел ли он возможность вырваться за территорию песочницы? Я сказать не могу, но результат говорит сам за себя. Часть опасных зловредных элементов высокой категории опасности в итоге был обнаружен на территории компьютера. Были заражены исполняемые элементы и, по всей видимости, инфекция продолжала бы распространяться, если бы я эту машину в итоге не уничтожил. Что касается антивируса Panda, то здесь возникает только один вопрос и он касается интегрированного Toolbar и элементов фильтрации URL. Большинство сканеров либо отдельные элементы указанных компонентов антивирусного продукта, либо в целом определяют как нежелательные утилиты. Таким образом, в данном сравнительном тестировании, по моему мнению, побеждает продукт Panda. На этом сравнительное тестирование завершено. С вами был NoStroma771. Спасибо за внимание. До свидания.